Визитной карточкой 26-й столичной школы уже с 2003 года, пожалуй, смело можно назвать тот факт, что там ребята изучают китайский язык, а в каникулярное время проходят стажировку в Шиньянском педагогическом университете. Согласитесь, далеко не каждый якутский школьник может похвастаться знаниями этого сложного языка. С пятого класса идет углубленное изучение в некоторых классах по иностранным языкам. Два языка преподаются в этих классах. Это английский основной язык и по выбору или китайский, или французский. На республиканском семинаре учителей иностранного языка открытые уроки проводились в интересной неформальной обстановке. Так, например, шестиклассники устроили концерт и спели песню на французском языке. Помимо этого, ребята к сегодняшнему мероприятию подготовили 3D-конструкции. К примеру, эта эйферова башня гордо украшает школу уже три года. Ее изготовили выпускники, а нынче отреставрировали девятиклассники. 3D-конструкции связаны со всеми странами, которые изучают дети в нашей школе. Это бывают и китайские, Англия, Франция, Шотландия. Короче, все страны, которых изучаем мы в нашей школе. Три языка изучаем, и вот три страны представлены всегда в 3D-конструкциях. Но самым зрелищным мероприятием, пожалуй, был уголок оратора, где в ораторском искусстве соревновались ученики 10-х и 11-х классов. Я сидела и думала, что что-то интересное нужно придумать. И вспомнила, что в Англии есть такое очень интересное место, где можно говорить обо всех своих проблемах, о своих традициях, печалях, радостях. И делишься своими проблемами с публикой. Я рассказывал о своем опыте в американской школе. Получается, я учился там один год, и я просто рассказал то, как было на самом деле. Не знаю, о своих друзьях, о своих увлечениях там. Звезда старшеклассников Кирилл Борисов, сколько себя помнит, всегда любил английский язык. Впрочем, как и десятиклассницы Наташа и Катя. Так как английский – это международный язык, ну, безусловно, он важен. И все люди путешествуют, и как бы мы разговариваем там на английском языке. И, ну, если дело касается меня, то я собираюсь жить за рубежом, желательно в англоязычных странах. Вот. Поэтому это очень важно для меня. Хоть я и поступаю не на... Ну, как... Да. Я все равно буду сдавать английский, это мне понадобится. Мне очень нравится этот язык, я хочу также и другие языки изучать, и также хочу жить за рубежом. В Новой Зеландии или в Австралии, где-нибудь там. Да, знание, обитание. Где бы ни жили ребята в будущем, где бы они ни работали, бесспорно, знание иностранного языка им поможет в будущем. Ведь это – залог успешного человека.